тут просто беспросветно льет всем привет время 4 часа дня погода более-менее разгулялась и мы решили таки выбраться в центр посмотреть что-нибудь культурное а не только торговые центры изначально мы сегодня собирались в мавзолея татюрка но когда уже выезжали увидели что он работает только до 16 30 соответственно мы сегодня туда категорически никак не успеваем оставим его на субботу а сейчас мы едем в музей анатолийских цивилизаций поехали конечно все равно на машине потому что боимся повторения того что было вчера вечером при этом перед выездом читаем новости в стамбуле какой-то глобальный замес столкновение демонстрантов и полиции кучу народу раненые следови слезоточивый газ там пример короче как всегда по полной программе мы таки точно сегодня же 1 мая но смотрите полиция таки сегодня дежурит на страже в общем просто лет пять-шесть назад мы были тоже на майские праздники в париже и поскольку мы такие все разумные и прошаренные решили что в этот день конечно же в центр соваться не будем то что у них и так там по выходным постоянно все эти демонстрации драки с полицией из же эти сожженные машины мы думаем ну значит как раз в этот день мы пойдем там на их кладбище да мы все отлично продумали чуть ли только один момент что начало этой демонстрации было прямо таки вот в конце той улицы на которой стоял наш отель в общем это было незабываемое ощущение мы конечно старательно это все обходили благо там и полицейские подсказывали чё куда чтобы не попасть замес знаете это было интересно идешь там кто-то совершает утреннюю пробежку кого-то тут же уже мордой в асфальт кладут в общем прекрасно все и все-таки посмотрели мы кусочек всего этого когда там уже полетели домовые шашки мы поняли что надо это ускорено в общем оттуда сваливать гуляли уже потом да по кладбищу весь день там правда тоже не без приключений обошлось потому что мы немножечко прозевали когда кладбище закрывалось и нас там заперли потом нас патруль оттуда выводил ну в общем жалко что в те времена хотя канал формально у меня был не создан конечно блоги я не вела потому что тогда были феерические приключения чего сегодня будет не знаю мы вроде посмотрели уже на сей раз что нет демонстрация начинала с не от нашего отеля и вообще это в другой стороне и вообще наверное они уже бедняги разошлись потому что такое дождище у нас в анкаре благо все это мирно проходило без приколдесов вот но все равно очень надеюсь что сегодняшнем выпуске не будет никаких летящих нас я же любит знаете я как-то жопой чуяла подвох когда мы поехали в музей я надела туфель хорошо собой кроссовки положили это оказалось там же где в общем и вот этот замок то есть высоко на горе такие прекрасные узкие лучки еще как мы любим где музей я все равно не понял давай следовать за черным котиком он полюбас нас куда-нибудь вывели но в замок надо обязательно хотя бы ради вот этого вот просто шикарные виды на город короче мы эпичные слоупоки год жили горе не знали у нас в конце апреля закончились наши музеем карт которые все везде расхвалил говорила что очень выгодно за 60 лир сделал весь год ходишь там где угодно я так понимал что на новый год когда они истекут просто надо будет новую купить и все вот мы сегодня приходим в этот музей куда мы собирались если чего билет без музеем карт там стоит на 1 400 лир нет конечно тоже адекватные деньги до музеем тоже надо на что-то существовать вот но мы как-то уже расслабились со своим музеем карт и никогда в общем за полную стоимость не покупали а то тут нам говорят что нам значит это не сделают новые карты мы начинаем выяснять почему и там что-то девушка как-то очень непонятно объясняла даже через переводчик не могла нормально указать причину она что-то начала говорить про первое число я подумала что она на месяц неправильно назвала потому что она сказала с 1 апреля чего-то нет я думаю что сегодня типа 1 мая поэтому они не могут напечатать я не знаю почему я так подумала но затупило короче просто вот оказалось что правило вышло что все с 1 апреля для не граждан турции то есть даже если у тебя туристический вот этот комет тебе не оформят музеем карт просто недоступная опция теперь либо покупать так называемый вот этот музеем пас который стоит ну достаточно дорого он стоит либо покупать ну индивидуальный билет когда ты идешь куда-то вот здесь мы сейчас бы пошли бы на 800 лир вдвоем в общем все отходились мы по музеям конечно немножко обидно но в целом походили мы хорошо то есть прям это был год когда мы эту карту активно использовали и теперь мы рады что мы везде сходили куда хотели вообще день у нас сегодня просто мега неудачные не только из-за этих карточек бог с ними это мы сами с лукоки да когда все уже давно знали что этого нет мы только впервые увидели я действительно как бы чекнула это на сайте да есть такая фигня что теперь только гражданам турции эти карточки выдаются ладно окей вот больше нам не повезло короче когда мы выезжали оттуда шла огромная черная туча на нас я как бы чувствовала что это не к добру и действительно так оно и случилось ума вычета с джипс навигации короче стало то есть приложение не может определить где мы находимся у меня тоже самое фигня но я не знаю мне тоже самые фигни и просто меня со связью что-то просто когда идет вот это вот грозовой фронт не ловит вообще просто ничего интернет умирает на корню у меня по моему там как раз проблем с интернетом в общем ехали мы очень весело приложение не могу определить где мы соответственно не могло нормально простроить маршрут и в результате мог просто чисто на интуиции вывел нас вчерашнему торговому центру где мы сейчас вот собственно и поди мы кофе пьем и блин это конечно просто ужасно что здесь такая ерунда приключается мы не можем определить с чем это связано сразу или там еще с чем-то могу шилки какие-то не знаю короче это странно но нас впервые такие ерунда gps в россии искренне позираю кост кофе никогда там не покупаю потому что качество не соответствует ценнику да за границей коста нормально по цене ну скажем так абсолютно наравне со стальными вот здесь вот большой кофе стоит ровно столько же как любых других кофейник то есть вообще никаких вопросов нет но я рассказать хотела не об этом я хотела сказать что они единственные кто меня приятно поразил потому что у них есть выпечка стахини я эту выпечку стахини днем с огнем просто в москву когда приезжала специально ездила в одну кофейню на автозаводской у них были фарсаны с начинкой я очень скучала когда приехала они говорят мы там нотик не делаем там сколько уже года два ну как меня короче уже года два там нет это было очень обидно я здесь нигде не могла найти меня все время это просто выносило блин у вас стахини это как национальное вообще блюдо почему вы не можете делать с ними выпечку вот просто таки сделала они называют это круассан не очень похож по форме на круассан но главное с той самой начинкой сегодня просто реально какой-то проклятый день мы приезжаем сейчас в отель в результате парковочное место которое еще и свет выключился правильно блин да что происходит вообще короче то парковочное место на котором мы обычно стоим как бы здесь нет фиксированных мест да то есть кто-то из гостей успевает тот и паркуется но сам факт что сейчас один гений на букву му припарковался на два представляете просто вот как бы серии знаете не очень хочу мат на ютюбе использовать но вы знаете как называется люди которые паркуются на два парковочных места в условиях их отсутствия вот я попросила на ресепшене чтобы они ну просто поговорили с человеком и объяснили ему ситуацию что здесь как бы ну не целый полигон здесь все-таки места как бы достаточно трудно найти ну не как себя что-то там это надо мы очень извиняемся гость говно вот это вот все хорошо что он завтра съезжает вообще прекрасно праздник все устроим короче писец еще у нас не работает карточка от номера сейчас я говорю могу иди пожалуйста ты разберись в то что я сейчас начну уже убивать кого-нибудь вот он ушел и не возвращается ладно пойду посмотреть что это просто день говно вот реально это вы знаете у нас все время эта игра злого и доброго полицейского сначала мав пытается все решить культурно потом меня сдают нервы я начинаю вообще люто орать просто серьезно что за бардак почему все вот так вот после этого видимо все впадают в шок ну потому что думают что обычно как бы мужик самый агрессивный решает проблему окажется нет самая чокнутая по итогу баба вот после этого внезапно как бы ну когда я уже там все это иди куда-нибудь посиди в уголочке хватит вот я отхожу и после этого обычно проблема всегда решается потому что все понимают что типа видимо это уже вот все край крайняя точка кипения или можно идти срабатывает мужская солидарность короче после этого участвовать мужики нашли ему нормальное парковочное место какую-то машину куда-то переставили в общем это вот что так сразу нельзя было сделать пока я не пришла орать я не понимаю вот ну серьезно в завершении всего прекрасного дня глянем вот на это это я пробовал новый крем